здравствуйте уважаемые дамы и господа сегодня орош ходишь начинается рож ходишь месяца мы продолжаем наш замечательный курс прежде всего большое спасибо а не она сегодня приготовила материал это не к тому что я не несу ответственность за то что сделано но к тому что немного в другой форме материал подан но я в общем полностью на ну полагаюсь это раз и второе мы поздравляем нашу участницу шушу городецкую с успешным прохождением июра базальтова базальтова сегодня она так насколько я понимаю в диаспоре сейчас читают нету главу что в израиле из-за того что второй день шивот который отмечается в диаспоре выпал на шаббат и поэтому там идет отставание на одну неделю я правильно понимаю да но в любом случае и в израиле сейчас вчера ворошат ворошат минуточку мы сейчас в где там шлах на прошат корах вот а в диаспоре читали прошат шлах корах мы уже полностью разобрали насколько я понимаю ага ага а когда диаспора догонит надо сравнить календарей есть замечательный сайт называется май зманим май это прям вот как по-английски а зманим это просто латинскими буквами набрано это слово зманим вот и там есть в числе прочего и чтение для разных общин а и значит за счет чего компенсируется это отставание за счет того что в какой-то момент диаспоре 4 2 главы вот а в израиле 1 это может быть например но тот масей насколько мне известно считаем вместе и мы и диаспорты а вот два две следующие главы вот может быть может быть за счет них надо посмотреть в любом случае компенсация на заканчивается перед девятым а вот это то масорит который я получил от моего учителя дело в том что автора 9 ава привязана что недельной главе на которой девятая всегда выпадает и соответственно значит автора первой субботы после девятого ава шаббат шаббат нахам и так далее 7 суббот утешение в общем догонит так и так а в предыдущих курсах мы часть 13 главы 13 параграфа рассматривали но было решено тринадцатый улов здесь полностью даже если мы немного и повторимся ну то пожалуй я начну вы не сделали демонстрацию я не сделал демонстрацию я демонстрирую только себя да 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 сейчас мы сделаем так демонстрация вот так мы будем выглядеть так 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 и так и так и так здесь шелах леха аншим ва йеттуру от эрец КНАН Отправь буквально, отправь от себя, иногда перевод дается, отправь, смысл, комментарий объясняет, отправь, поскольку ты об этом просишь людей и будут исследовать ваютуру от слова натур. Я думаю, что отсюда слово туризм, то есть путешествие с целью получить информацию, разведать, посмотреть и так далее. Ну, увидеть, по крайней мере. Здравствуйте, Авраам, давно вас не видел. И осмотрит страну ханатскую. Человек один, человек один, то есть по одному человеку ламате от колена. Ну, мате традиционно переводится как колено. Так, а вот так, Софьево, пошлите. Каждый важный человек в них. Слово «носи» иногда переводится как президент, как князь, но не так давно мы читали имена предводителей колен. Здесь имена другие, здесь это другие люди, но тем не менее подчеркивается, что это люди именитые, люди важные, люди уважаемые. Вот так. Гиммел, пожалуйста, Анна, просим. Так, тут не совсем видно, сейчас я попробую. Я могу сделать крупнее, но тогда немножко срежется текст. Так, вот. Вышла хутам муше, мимитбар паран, альпешим, кулам анашим, рушей бна Исраэль гэма. Так, и отправил их муше из пустыни паран, по словам послова Всевышнего, и все это люди, как бы сказать, именитые, главные, главенствующие. А, да. Главы бна Исраэль, ну, такие вот именитые люди. Да, 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 замечательно. Так, прекрасно, Тимофей, пожалуйста, Далит. Далит. И вот имена по коленам. Их. Да, по коленам их. Вот имена шмотам, имена их, да? Лематэ ровен, это? Да, спасибо. Мы выделили тут желтым имена собственных, имена этих людей. Я маленькое отступление сделаю. Когда начинает человек изучать иврит и знает буквы и знает огласовки, ему важно проверить себя. Он может прочитать слово, но он не знает, прочитал ли он его правильно. Я против того, чтобы писать транслитерацию русскими буквами. Хотя, например, слова Ирис ее дает. Но вот там, где идут имена и названия географические в современном переводе, они даны достаточно точно. Вот мы прочитали Шамуа бен Закур и прочитали русскими буквами это имя. Шамуа сын Закура. Значит, все правильно, все совпало. Есть комментарии, что означают эти имена. Вообще, весьма интересно, что имена таки, да, переводятся. И иногда это имеет смысл. Но в данном случае мы без этого обойдемся. Сейчас, одну секунду. Это важный разговор. Кен Мирьям, а не Муханна Махар. Да, мы продолжаем. Да, есть комментарии, которые объясняют эти имена, но мы без этого обойдемся. Так, к нам присоединился Аврам. Если у него есть желание читать и переводить, пожалуйста, он включит микрофон. Если нет, то мы зациклимся и снова я возьму микрофон. Да, Аврамов с нами. Здравствуйте. Я пока не буду вхожу. Вы послушайте, хорошо. Хорошо, хорошо. Так, тогда я читаю. Ле Мате Шимон Шафат бен Хори. Вот еще, что я почитал. Так, теперь, Анна, пожалуйста, Ав. Так, Ле Мате Гуда Акалев бен Йефумен. Ну, это известный человек. Замечательно. Да, Тимофей. Ле Мате Исахар Игаль бен Йосеф. Замечательно. Теперь, снова я. Ле Мате Эфраим Хошеа бин Нум. Тоже самый известный человек. Тоже, конечно. Так, теперь Анна Тет. Так, Ле Мате бен Йамин. Пальти бен Рафу. Рафу. Рафу, да. Так, теперь Тимофей Юд. Юд. Ле Мате Зулун. Гади Эль бен Суди. Угу, верно. Так, теперь снова я. Ле Мате Йосеф. Гади бен Суси. Анна Юдбет. Ле Мате Дан. А Миэль бен Гамали, получается. Гемали, да. Сус – это лошадь. Сус – это лошадь, а Гамали – это верблюд. Да, вот такие имена. Су-эллошади. Да. Лошадь и верблюдов. Угу. Так, Юд Гимел. Там. Ле Мате Ашер. С Тур бен Михаэль. Простите, я не расслышал. Но думаю, что… Все слышали, да? Да. Прекрасно. Так, тогда снова я. Юд дарит. Ле Мате Нафтали. А Нахби бен Вовси. Теперь Анна Тет Вовси. Так, Ле Мате Гат. Г-У-Эль, получается. Гву-Эль. Гву-Эль бен Махи. Махи, да. В комментариях Раши указывается, что некоторые имена даны в сокращении. Например, Благодарю вас. Теперь Тет Зайн, конечно же, Тимофей. Вот имена людей, которых послал Моше посмотреть землю Израиля. И назвал Моше. Гоше. Сына Нуна. Йошуа. Он поменял ему имя. К имени Гоше. Он добавил уху Юда в начале. Получилась форма Йошуа. Да. Опять же, Раши упоминает, что неоднократно перед этим мы уже встречали этого человека под именем Йошуа. А тут выясняется, что имя это было дано ему только сейчас. Но такое бывает. Иногда Тора забегает вперед. И в отношении географических мест, например, тоже. Да, благодарю вас. Теперь Ю-Хэт. Я читаю Ю-Хэт. Так, у нас не было здесь никаких... А вопрос задавать можно? Да, конечно. Походу. Да. Я понимаю, что, да, Йошу и Йоша, вот, что корень слова, да, я как бы разбираюсь корнями, вот, корень слова Шин Айн, вот. И то, что просто здесь изменена форма, да, то есть, вот, тогда, когда он был Гоша, да, это форма, будем так говорить, либо настоящего времени, либо просто существительное, да, вот. Ну да, что впадает. Да, да. То есть, ну тогда, когда он меняет на имя Йоша, Йошуа, да, он меняет форму слова. То есть, это слово превращается в форму третьего лица будущего времени. Понимаете? Йоша, да. Йоша, да. Да, да, я согласен, да. То есть, спасет, тот, кто спасет. Это говорит о том, что это имя, оно направлено в будущее. Так же, как имя Иуда или имя Вечного. Имя Вечного тоже, это в третьем лице, в форме третьего лица будущего времени. Я воспринимаю это как знак, просто набор букв, которые обозначают некий символ. Но по форме это есть наложение трех времен. Это будет, есть и был. Да, да. Тут не только... Да, но смотрите. Они же ведь слова, слово Иуда, да, возьмите. И Йошуа, да. Они очень все похожи. Слова по форме. То есть, по тому, как они сделаны. То есть, если взять Иуда, да, то мы знаем, что это и означает, он будет признателен. То есть, говорится о том, что это форма, глагольная форма, глагольные причастия. Понимаете? Ну да. То есть, получается, да, что имя Всевышнего Вечного, да, у него тоже получается глагольные причастия. Я понимаю, что там был, есть и будет, оно заключено в имени. Да. Да, да, да. Но если строго идти по грамматике, да, Иврей, сравнивая с именем Иуда, да, ведь имя Иуда там всего лишь только далек внутри имени Всевышнего. Абрам, спасибо, мы поняли. Мы можем продолжить дальше. Да. Важное замечание. Нам важно продолжать. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Я закончил. Окей. Спасибо. Так, хорошо, так, хорошо, хорошо. Так, теперь Юд Хэт, чья очередь? Так, подождите-ка. Кажется, тут Тимофей, значит, я, наверное, теперь, да? Юд Хэт. Да, вы, подождите-ка, Юд Зайн, подождите-ка, Юд Зайн. А, Юд Зайн, Юд Зайн, извините, да. Давайте, Юд Зайн. Ва-Ишлах, отам, Моше Латур, эт-эрецк-нан, ва-йомер-а-лэхи, а-Негев, ва-Алитэм, эт-ахар. И послал их... Вот здесь, значит, Негев, Негев – это юг, и это название пустыни, которая находится с южной стороны. Поднимитесь на юг, ве-Алитэм, и поднимитесь, слов, снова, да, тоже корень а-ле, да, и поднимитесь на уру, и взойдите на гору. Так, вот Юд Хэт теперь, Анна. Так, и ура-итэм, эт-ха-гараць, маги, ва-эт-агам, а-йошэф, а-лейха, а-газак-ху, а-рофэ, 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 а-рофэ. И посмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силён он или слаб, малочислен или многочислен. Совершенно верно, да. Вот корень а-ре-э-ш-пэ-гэй, да, от этого же слова а-рофэ-ин, то есть буквально великаны. Но есть такое объяснение, что по сравнению с великаном ты чувствуешь себя слабым. Это корень рэшпэй-хэй. Совсем другое значение имеет корень рэшпэй-алеф. Рофэр-фуа – это излечение, это наоборот. Спасибо, спасибо, Анна. Так, теперь Тимофей Юдтет, конечно. Да. И что за земля, на которой живут они, хороша или плоха? И что за города, в которых сидят они, открытые или укрепленные? Совершенно верно. Два вот этих слова. Махане – это стан. То есть шли, шли, остановились, поставили палатки, оголим или дома. А ми в сар – это город, укрепленный, обнесенный стеной. В русском языке тоже город от слова «огораживать». Да. Обратите внимание, что вот эта форма довольно типичная для торы. Мы используем обычно в таких случаях слово «о» или «гадоль». «Окатан» – большой или маленький. А здесь вот, например, про землю, как сказано, «хороша она» или «плоха». «Гатова ги им раа». Буквально так. И в буквальном переводе можно понять это так, что «хороша она», даже если она плоха. Даже если вам она покажется плохой, на самом деле она хороша. И это тоже некий намек такой. Где мы еще в современном, относительно современной литературе встречали использование такой формы – это, например, Бялик. Мы разбирали как-то стихотворение «то не в полночь, то не в полдень». Помните, да? Литвок он или хабадник. Гами полин им милита. Смысл «из Польши» или «из Литвы». Использовано такое выражение. Да, замечательно. Так, теперь снова я читаю «каф». Ума га арец га шминаги им ра за, га еш ба аец им айн, ве гид хазактем улекахтем ми прига арец, ве гаямим емей бикуры ана вим. И что земля? Тучна она, жирна она или худа, тоща, тоща? Есть в ней дерево или нет? И укрепитесь, и возьмите из плодов земли. А дни – это дни сбора винограда. Вот как. Ну, шмена от слова шамен – это масло, в частности, оливкое. Шуман – это жир, жировое отложение. То, что называется в переводе словом «тук», и отсюда же слово «тучный». То есть земля плодовита. Но есть такое выражение – жирная земля. Земля, которая даже на вид можно определить, даст хорошее выражение. А роза – это тощая, худая. Есть там дерево или нет? Им. В данном случае. Айн – это как эйн. Так, и слово «анавим» называется плоды, плоды винограда. А дерево винограда, виноградная лоза, называется словом «гефен», которое мы произносим в благословении «Бурей приа гефен» – это плод виноградной лозы. Так, это, наверное, я был, да? А теперь Анна Кафкалев. Да. И поднялись, и поднялись, и прошли, и прошли они землю от пустыни Цин до Рехова и Лево Хамат. Ну, как бы, заходя или по дороге в Хамат. Да. Рухов буквально означает широкий. Хамат, наверное, связан с словом «хам». То есть теплый, да, то есть какие-то определенные места. Да, спасибо. Так, теперь Тимофей Кавбет, и тут есть несколько интересных слов. Тимофей Кавбет. Да, это известная вещь. Так, и поднялись в Негеф, и пришли до Хеврона. Да, в Негеф. Да. Да, в пустыне Негеф. Так, а там Ахиман, Шишай и Толмай – дети великанов. А Хеврон, он на семь лет Негефа, как правильно перевести. Была построена, поскольку города Жанского рода, да. Негефа, правильно. Была построена перед египетским ционом, столица Египетская. Перед ционом египетским. Да, совершенно верно. Я помню комментарий, что отсюда выводится, ну вот Хеврон и вот этот вот Цоан, они были построены для двух товарищей, один из которых старше другого. Но не бывает так, что сначала строят город для младшего сына, а потом для старшего. То есть вот это вот на семь лет раньше построено, выводят комментарии, что это значит, что в семь раз красивее, чем вот этот Цоан Лицраинский. Цоан – это самое красивое место в Египте. А про Хеврон известно, что это самое, что называется, никудышное место земли Израиля. Это мы видим потому, что оно использовано для погребения, для чего-то более требовательного. Оно не годится. То есть самое худшее место земли Израиля отсюда выводится в семь раз лучше самого лучшего места Египта. Ну вот такой комментарий. Мне как-то встретиться. Да. Спасибо. Теперь Кавгимил читаю я. И пришли к потоку Эшколь. Эшколь – это называется гроздь. Отсюда Эшколит – название грейпфрута, который, в отличие от других цитрусовых, растет гроздьями, напоминая немного, напоминая виноград Эшколь. Эшколь – это гроздь винограда. И вот поток, который так называется. И сорвали оттуда Змура – это… Сейчас вот мы посмотрим. Да, Змура. Так. Какой перевод нашла Анна? Существительное женского рода вижу. Так. Ветвь виноградной лозы. Понятно, да? И гроздь винограда, одну, и понесли на шесте. Вот это палка шест. Вдвоем. И также от ремонт из гранатов и из инжиров. Комментарий говорит, что из 12 разведчиков двое, которые выступили против 10, не участвовали в том, чтобы нести вот эти вот плоды. Потому что плоды эти сыграли, наоборот, отрицательно. Мы увидим это с вами. Но я думаю, вам это известно, да? Вот. Из этих 10 разведчиков 8 несли гроздь винограда. Один нес огромный гранат и один нес огромную инжирину. Как 8 человек несли на палке гроздь винограда? Ну, часто рисуют, например, это эмблема винодельческого завода «Кармель Мизрахи». Обычно рисуют два человека, шеста лежит у них на печахах. Это министерство туризма, министерство природы. Тоже, кстати, верно. Да, да, да. Но комментарии говорят, что они несли в восьмером. Есть несколько, даже вот интересно, в старых изданиях «Хумаши» приводятся чертежи схематические. Как 8 человек несли вот эту гроздь? Каким образом вот этот вот шест располагался? Ну, в любом случае, видно, что ноша была действительно большая, тяжелая. Есть комментарии, да, что этого винограда надолго хватило. Ну, вот, вы прочитали. Так, спасибо. Это был снова я, да? Теперь Кавдалит Анна. Да. Пожалуйста. Анна, это вы черепите? Нет, это птичка. Ага, понятно. Ламаком гагу, кара нахаль эшколь, аль эдот, аэшколь и аэшколь, ашер карту, мешамны Истраэль. И место это назвали, ну, долина, ну, долина, поток эшколь, а ледот, ну, в данном случае, видимо, из-за, поскольку, из-за вот этой грозди, которую срезали там сыны Израиля. Верно. Вот это слово, карту, и в предыдущем пасуке тоже было слово от этого корня, где оно? Ну, карет, ну, карет, карет, да, это карет, да, это карет, да, истребит душа из-за там народа. Так оно и было, да. Да, спасибо. Так, Тимофей Кавгей, пожалуйста. Кавгей. Пусть это, да, Пасхет, это две подряд, это совсем неинтересно. Остается. Ну, ладно, хорошо. Да, да, да. Так? Ваешууу, Митургарец, Микец Арбаем Йом. И вернулись из прогулки по земле Израиля. К концу, Кец, да. К концу сорок дней. Сорок дней, да. Ну, Анна вас попросила прочитать и следующий тоже, да? С удовольствием. Да. Да. Ваилху, Ваявуу, Эль Моше, Ваэль Аарон, Ваэль Коль Адат Бни Исраэль, Эль Митпар, Паран, Куча, Ваешивуу там, Талеша, Ваешиву там, Давар, Ваэт Коль Аэда, Ваэр Ум, Эт При Аальц. Так, и пришли, и пошли к Муше, к Аарону и ко всему обществу сыновей Израиля. В пустыне Паран. Паран. Кадеша – это тоже географическое название. В Кадеш. Местечко Кадеш, да. Ваешууу. И вернулись, я так понимаю, что вы в плане отчитались. Да, и вернули им слово буквально, да, то есть, что-то вопрос, да, тешуууа – это еще и ответ, да. И всему обществу. Да. Так. Ваяру. И показали им. Ваяру лагем. Буквально. Лирот, наверное, как-то на коренную, да? Да. Ваярум. Это, конечно, и показали, сделали так, чтобы те увидели. Да. Значит, и показали им плод страны. Плод страны. Рассказать про плод. В множественном числе, скорее всего, при. Прея. А, при. При. А при. Формально здесь единственное число. При. А как будет приход? Перот. Я бы сказал перот, но может быть, может быть, там несколько иначе. Может быть, да. Ну, может быть, да. Может быть, какие плоды. Ну, по смыслу, конечно, они показали все плоды, которые принесли. Так. А теперь снова Яков Зайта. И рассказали ему, кому это, Моше Ярону, да? И сказали, вот пришли мы в землю, которая ты послал нас, в которую ты послал нас, и также земля текущая молоком и медом она. И вот плоды ее. Перья – это слово в той форме, в какой мы встречаем его в благословении. Мейншалуш. А, да. Перья. В лесбоми. Да. В эдухаль. Ми перья. В лесбоми. Да, да. Верно. Спасибо. Так. То есть начали они за здравие. Да. Все хорошо. Сказали они правду. Но даже это им вменено в ответственность, потому что, правду они сказали для того, чтобы потом перейти к своей миссии, как они ее понимали. И вот здесь уже нам прочитает Анна страшную вещь. Кафет. Но, однако, вот Эфис здесь конкретно означает не обнуление, а однако. Однако силен народ, живущий в земле, и города, ну, укреплены весьма очень сильно укреплены. И также Симовей Великана видели мы там. Да. Да, да. И такое было. Спасибо, Анна. Верно. И продолжает Тимофей читать дальше. Кафет. Такие народы, да. Да. И канонейцы живут около моря. На море. И рядом с Ерденом. С Ерденом, да, да, да. Перечислили народы, с которыми, да, никаких приятных ассоциаций у евреев не было. В особенности начали они с Амалека. Да, да, верно. У меня вопрос. Можно вопрос? А, это слово Абрама, да. Да, да. Там у него указано пять, да, пять народов. Получается так. Да, тут пять. Причем еще Амалек, он как бы и сами накляли. То есть, он как бы... Ну, вы имеете в виду народы, которые упоминаются. Нет, не могу сказать. Да, действительно, иногда список народов такой, иногда другой. Отчасти это связано с тем, как эти народы себя потом повели. Но не в данном случае, насколько я помню. Например, какие-то народы добровольно ушли из земли израильской. Какие-то приняли, значит, власть евреев и покорились им. И стали платить дань и исполнять законы, требуемые. Вот. А какие-то... С какими-то пришлось воевать. Но в данном случае я не знаю, почему я напоминаю. С Амалеком они уже встречались. Конечно. В том-то и дело. Вот это как бы усиливает впечатление. Ну, да, да, да. То есть, мы видим, что задача была напугать. Мы специально назвали тех народов, которые, чтобы напугать людей, что вот смотрите, как там страшно. Да. У нас ничего не получится. И даже начинать не стоит. Да, увы. Так, это тоже я читал, да? Сейчас вот был Тимофей, значит, теперь... Ага, значит, я читаю Ламет, да? Да. Да. Вот этот глагол, ваяхас, заставил замолчать. Довольно редкий. То есть, Калев заставил народ замолчать. К Моисею буквально. То есть, направил все внимание к Моисею. И сказал, обязательно поднимемся. Аллон на алле, повторение корня, означает усиление. Ва ярашну. И мы покорим. Еруша – это владение, владение наследственное, которое принадлежит роду, принадлежит семье. Потому что обязательно мы превозможим, и Холь сможем буквально ее, да? Мы сможем ее покорить. Комментарий говорит, что в отличие от Меушуа, который совершенно явно был на стороне Моше и против десяти разведчиков, да? Калев повел себя с хитростью. Он вроде бы внешне был на стороне вот этих десятерых, да? И когда ему предоставили слово, ожидая, что он подтвердит слова вот этих десятерых, ну, то, что вот мы сейчас прочитали, что не сможем мы войти в эту землю, он сказал совершенно противоположное. Мы обязательно сможем покорить эту землю. Так, спасибо, так, это был я, теперь Анна Ламед-Алев, пожалуйста. Да, да. Он сильнее нас. Но вот это вот Мемену, вот не в данном случае, а в других случаях, можно еще понять, он сильнее его. Да, Мемену может быть поняты и сильнее нас, и сильнее его. Да, понятно, о ком идет речь. Благодарю, спасибо, Анна. Теперь, Тимофей Лев. Ламед-Алев, Ламед-Алев, Ламед-Алев. А, Рец, Ашер Аварну Ва, Латур, Латурота, Эрец Охелет Йошвея, Ги, Бихоля Ам, Ашер Раину Бетуха, Аншей Мидот. Так, Вао Цио Ди Бат. И вывели они, выпустили наружу. Слово Ди Ба – это плохие известия, нечто плохое. А там же есть, у меня словарь есть, там написано. Да, клевета, клевета, совершенно верно. Дима, клевета. Да. И вывели они клевету на землю, которую разведали ее для сынов Израиля, говоря, земля, которую перешли по ней, чтобы разведать ее, земля, пожирающая жителей ее, Охелет Йошвея. И весь народ, который видели в ней ее, люди мер. Видимо, какие-то очень сильные. Люди качественные, люди особых свойств, особых качеств. То есть, эта земля требует особого поведения от тех, кто на ней поселился. Да, верно. Спасибо, спасибо. Тут есть очень много интересных комментариев, но мы не ставим задачу познакомиться с ними, с Божьей помощью. Вы сможете сами все почитать. А мы занимаемся только прямым смыслом текста. Теперь, спасибо Тимофею, я читаю Ламет Гибер. Вешамраину эт ха-нефилим бней анак. Мин ха-нефилим. Ван ги бе-эйнейну кахагави. Бехэн аину бе-эйнейэм. И там видели мы великанов, сыновей, из палинов, из великанов. И были мы ван ги, это нун, это как нэ, мы, да, ги, да, ва и ги. И были мы в глазах их, как хагав. Хагав – это, так называется, один из видов саранчи или кузнечиков. Мы были вот как кобылки, как акриды, как кузнечики в глазах их. И так же были мы и в глазах своих. Подчеркивается сначала, что мы были столь малы, столь незначительны в их глазах. Хотя откуда человек узнать, как смотрит на него другой человек? Это домыслы. Но даже из этих домыслов выявили они то, что это привело их вот в такое состояние неуверенности в себе. И сами мы казались себя кузнечиками. Вот такая жуткая история. Так, это Ламет Гиммел. У меня такое впечатление, что мы это читали. Весь парадок, да? Да, все. Да, есть. Ага, вот это… По слову «нефалин». Да. Вопрос. Можно ли… Да, да. Если взять корень слова «нефаль», да, или «липоль», да, то есть можно ли воспринимать как люди, которые падшие, падшие люди? Падшие люди. Есть комментарии, мне кажется, есть. Здесь комментарий такой, что откуда вообще взялись вот эти вот гиганты, эти исполины? Это потомки двух ангелов, согласно Медрашу, которые остались на земле, превратились в людей, но все-таки стали не совсем людьми. И вот их потомство отличалось… Получается, чем гигантней, чем больше человек, да, по росту, тем более он падший, получается. Ну, не уверен. Можно так воспринимать. По спорте с Сергеем Владимировичем Рассовым, у которого дядя Степа был высоким человеком, но он неплохих кушевных качествах. Положительный герой. Ну, да, это его такое мнение. Ну, смотрите. Возьмите Голиафа, да, возьмите Голиафа. Голиафа, да, он, конечно, отрицательная фигура, да, и не очень хорошая фигура – это был вот этот вот Полит, который спас вся единственная из этих великанов в потопе, и поскольку он был не совсем человеком, он и не упомянут среди людей. Да, он тоже, в общем-то, мало хорошего сделал. Вот этот Ог, насколько я помню, это он же, это Ог Менаха Башан, это про него сказали. Да. Да, в котором кровать была. Там их двое. Да, да. Ну, в общем, ничего хорошего от людей высокого роста мы, очевидно, не ждем. Ну, почему? На самом деле это обычно, ну, это, если очень высокого роста, это дефект щитовидной железы. Да, да, да. Нам не стоит задаваться этим качеством, то есть, чем выше человек, тем ниже он пал. Нет, нет, такой прямой зависимости мы, наверное, не выведем. Да, ну что же, смотрите, мы раньше закончили, но я думаю, что мы… Я просто ничего не подготовил, вот, чтобы дополнить эту тему. У нас осталось 9 минут. Может быть, мы, наверное, закончим. Я просто поздравлю всех с наступлением месяца Тамуз. Да, Тамуз месяц не очень для нас благоприятный, потому что 17-го Тамуза мы постимся, и начинается три недели. Бей нам царим, но с Божьей помощью мы это преодолеем, да, и Всевышний превратит нашу скорбь в радость. Так, если больше вопросов нет, тогда пусть будет пораньше, мы заканчиваем сегодняшний урок, да? Окей. Спасибо, спасибо. Всем спасибо. Всем спасибо. Благодарен, признателен Тазаром. Нет проблем. Мы вам рады. Всем счастливо. Пока. Обычно у нас всего доброго. Обычно у нас побольше народу собирается. Окей. Да. Счастливо. Пока. Пока. Заканчиваем. Счастливо. Счастливо.